Приветствуем нашего гостя Сергея Миронова, председателя партии «Справедливая Россия». Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Михайлович. Доброе утро. Накануне были сообщения о том, что вы запросили спикера Нижней Палаты Вячеслава Володина посодействовать организации видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным и сказать, что у всех фракций есть что сказать главе государства. Хотим поговорить как раз об итогах единого дня голосования. Что-то вас не устраивает? Нет, ну давайте уточним. Такую инициативу высказал Геннадий Андреевич Зюганов. Это он на встрече традиционной с председателем Госдумы. В начале каждой сессии мы так встречаемся. Он предложил и попросил Володина посодействовать организацию. Насколько я знаю, такая видеоконференция произойдет где-то в первой декаде октября. Но дело в том, что есть традиция. Мы всегда после единого дня голосования в ближайший месяц, где-то несколько недель встречаемся с президентом. Но в прошлые годы это было в режиме оффлайн. Сейчас вероятно, это будет в режиме онлайн. У меня вопросов я публично сказал. Мы признали результаты. У нас нет оснований где-либо их не признавать. Хотя нарушения были. И, конечно, мы видим плачевные результаты, прежде всего, для нашей партии, так называемого трехгемного голосования. Вот эти два дня досрочки, конечно, мы не можем проконтролировать. И мы видим, что там результаты разнятся. Вот классический пример. Это Ярославская область, одномандатный, вернее, город даже Ярославля, одномандатный округ, где были до выборов в Госдуму. Анатолий Иванович Лисицын от нашей партии там шел. И если в 13 сентября он опережал Коваленко, своего оппонента из Единой России, на 2,5 тысячи, то за два дня, за пятницу в субботу, за Коваленко пришло больше на 3,5 тысячи. Вот и результаты. А нарушения вы какие бы отметили? Нарушения, ну, прежде всего, как раз в эти два дня, были зафиксированы подвозы людей, бюджетников. В Оренбурге мы даже засняли, как за некий продовольственный паек люди голосовали. Причем, обратите внимание, какой ноу-хау замечательный, в кавычках. А раньше всегда, когда привозили, говорили, ты-то проголосуй вот за такого-то. А привозили людей, говорили, голосуйте за кого хотите. Знаете почему? А потому что конверты потом абсолютно спокойно вынимались, и туда рисовались совершенно другие фамилии, другие данные. Вот, увы, это было не проконтролировать, потому что вот такого наблюдения обеспечить мы не могли. Я правильно понимаю, что трехдневным голосованием вы недовольны и будете предлагать его отменить? Да, мы говорили, что с пониманием относимся к тому, что в этом году, в этом сентябре, с учетом пандемии, да, наверное, это разумно, но делать это нормой на все оставшиеся выборы в будущем мы считаем неправильным. Мы всегда выступали против любого досрочного голосования, и вот эти, конечно, два дня, они явно неконтролируемые, и с нашей точки зрения влияют на реальные воли деления граждан. В ряд законодательных собраний на этих выборах прошли новые партии, ну, во всяком случае, те, которые там не были представлены. Я слышал такое мнение, что администрация президента их специально туда всячески проталкивает, помогает им с рекламой и так далее, чтобы вы, справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ, парламентская, значит, системная оппозиция, были более сговорчивыми перед следующими выборными циклами. Как вы относитесь к таким оценкам? Ну, получилось по-черновырдински, хотели как лучше, получилось как всегда. Дело в том, что уже совершенно очевидно, что в немалой степени новые партии, прежде всего, например, новые люди, отнимали голоса у единой России. Дело в том, что если посмотреть результаты справедливой России, КПРФ, ЛДПР, то по нашей партии мы практически те же самые мандаты взяли, что 5 лет назад, 15 лет назад, КПРФ где-то немножко улучшило, незначительно, но улучшило, ЛДПР где-то улучшило. Но, опять же, там плюс на минус. Но мы видим, что кто ухудшил свои показатели, прежде всего, по спискам, там, где голосовали за партии, это Единая Россия. Например, в Коми на 30% меньше они получили, ну, а в целом, где-то примерно процентов на 12-15% они получили меньше, чем 5 лет назад. И мы видим, как эти голоса перетекли, прежде всего, новым людям. В Коми это зеленая альтернатива и в Челябинске, ну, и в Рязани это партия Прилепина за правду. Поэтому, если хотели, как вы говорите, чтобы мы были сговорчивыми, получилось немножко иначе. И я вижу, я видел реакцию коллег из Единой России, коллег по Госдуме. Они задумались, потому что они этого не ожидали. Это вот такая неожиданная штучка сыграла злую штуку с теми же самими. Скажите, пожалуйста, чем, вернее так, чьи оценки выборов, ну, кроме Центра Сбиркома и ваших наблюдателей, еще заслуживают внимания? Я это, знаете, к чему? К заявлениям Центра Сбиркома о том, что, например, жалобы от собираемой ассоциации «Голос», они недостойны внимания, как сказали в Центре Сбиркоме, потому что это зачастую, как считают в ЦИК, непроверенная информация. Вы тоже так думаете? Но самое главное мнение, кроме Центральной избирательной комиссии, это мнение избирателей. Здесь есть одна штука, и вот она какая. Действительно, людям удобно голосовать три дня. Люди же не знают все эти тонкости, когда им говорят, послушайте, если вы сможете прийти в пятницу или в субботу, а в воскресенье можете не приходить, вам это удобно? Конечно, удобно. Это правда. Когда ЦИК уверяет, что людям это удобно, мы видели социологию, мы спрашивали своих избирателей, да, им это удобно. Другое дело, что мы понимаем, что вот в эти дни, в пятницу и в субботу, легче жулить, легче манипулировать, и нам это невыгодно. Но людям удобно, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что и «Голос», и многие другие общественные наблюдатели, которые видели вот эти чудеса, особенно на дотрущем голосовании, это правда. С этим надо считаться. Но что интересно, обратите внимание, вот мне досадно, что наш, я уже опять упомяну, Антон Иванович Лисицын не выиграл, да, но в целом мы видим, ну, собственно говоря, я и говорю, Антон Иванович, наверное, нам надо было тоже в пятницу в субботу прямо приводить своих людей гарантированно и обеспечить более тщательное наблюдение, чтобы вот эти пакеты, значит, заклеивались, чтобы уже нельзя было там ничего поменять. Просто тоже будем делать выводы из таких приемчиков на будущее. Позвольте немного отойти от наших выборов и подойти к выборам белорусским. Хотела бы после дам визита Александра Лукашенко спросить вас, видите ли вы в будущем Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии? Ну, здесь, наверное, правильно сформулировать по-другому. Видите, народ Белоруссии, Лукашенко во главе своей страны, это внутреннее дело Белоруссии. Но, кстати, если вам не обидно или нет, когда вы только начали задать вопрос, я начал улыбаться, потому что вчерашние фотомемы про Лукашенко и про Путина, но доставило мне огромное удовольствие, я смотрел эти картинки и читал, в том числе с белорусским акцентом различные подписи, это, конечно, вызывает улыбку. Ну, а если серьезно, я общался с людьми, знающими, с людьми, которые находятся и являются гражданами Белоруссии, и они участвовали в голосовании, были политологи, очень грамотные. Они говорят, что, к их сожалению, конечно, Лукашенко победил, это правда, не с 80%. Вот, например, они называли процентов где-то 60-55 он набрал. Но то, что это уже не их мнение, а мое личное, то, что как поступил Лукашенко с теми, кто был недоволен, а, конечно, в Минске, я думаю, что он даже, возможно, 50% не набрал. И люди, зная это, видя огромный результат, конечно, они возмутились и вышли на улицы. И жесточайшее к ним применение силы было абсолютно неоправданным и ненужным. Еще раз подчеркну, это внутреннее дело Белоруссии, они должны сами разобраться. Но что-то мне подсказывает, что когда много-много лет тот же Лукашенко и власть в целом говорила о том, что они все знают, они знают, как лечить коронавирус, что нужно делать, как сажать картошку и все. Но 21 век, люди не хотят, чтобы ими вот так вот командовали, манипулировали. Но и вчера в трибуна Госдумы я сказал, абсолютно причина, в том числе того, что произошло в Беларуси, вот эти продолжающиеся народные выступления, это слабость парламента. И практически отсутствие реальной партийной политической системы. У них нет партий. Вот у нас, значит, в России при всех минусах, при монополизме Единой России, у нас есть вот этот ценовой хребет парламентской партии и политической партии. В Беларуси этого нету, это слабость. Парламент молчит и вообще нету. Это вообще абсолютно удивительно. Прошу прощения, Сергей Михайлович, что перебиваю, но я как раз и с этим вспоминаю, как сильны были партии когда-то, и как вы на трибуне Государственной Думы с белым бантом, и ваши соратники по фракции тоже с белыми ленточками, как вы покидали зал заседаний в каких-то случаях. Что должно произойти в России, чтобы увидеть в вас снова таких же смелых лидеров? Ну, вы знаете, смелость же ведь не обязательно в том, что надеть что-то на ласку на пиджака, либо выйти из зала. А вот, например, когда мы много-много лет настаивали на прогрессивной шкале по доходу налога, от нас отвахивались, говорили, это популизм. Тот же Медведев говорил, что это невозможно, никогда не будет. А что? А все-таки президент посмотрел, и первый шажок сделали, и сейчас мы будем принимать закон о первом вот этой стадии прогрессии. Потому что вот смелость в том, что нужно биться за свои позиции, не отступать, несмотря на то, что неудачи электоральные, и неудачи, когда ты не можешь произвести свой законопроект, бить в одну точку и, сжав зубы, добиваться того, что будет работать на людей. Хотел еще пару вопросов задать о Навальном. Давайте зайдем с умного голосования. Как вы относитесь, когда ваших кандидатов поддерживает умное голосование? Такое же тоже бывает в регионах. Бывает. В Москве мы видели, что это в немалой степени сработало, это правда. В других, вот сейчас я оценивал регионы, спрашивал у моих коллег, там не очень это сработало. Но дело в том, что мы выступаем против монополизма партии власти, так называемой, Единой России. И мы же видим, что если бы, допустим, наше предложение по изменению законодательства, а именно возможность создания избирательных блоков либо коалиций, была бы, мы бы давным-давно победили Единую Россию, объединившую, допустим, с той же КПРФ. Или хотя бы единые списки вытянули. А так мы вынуждены конкурировать друг с другом и, естественно, разделяя власть и побеждает Единая Россия. Поэтому умное голосование где-то оно и работает, когда все объединяются против, допустим, какой-то одной политической силы. Но конкретно на этих выборах и в Новосибирске, и в других регионах для нас мы не видели этого фактора, влияющего на конечный результат. А я хочу спросить вас про состояние Навального. Вчера Дмитрий Песков говорил, что Навальный гражданин России, и когда граждане России возвращаются, все только рады. Вы будете рады возвращению Навального? Я, прежде всего, буду рад, если Алексей будет здоров, если никаких последствий после того, что это случилось, не будет. Наверняка вы слышали, буквально на следующий день после появления информации о то ли отравлении, то ли какого-то случая, когда он в Омске был госпитализирован, я сказал, что необходимо тщательным образом расследовать. Я знаю, что омские врачи взяли то, что называется биоматериалов достаточно у Алексея Навального, потому что когда сегодня в Германии говорят, что они доказали отравление, покажите. Вот удивляет, почему, если они доказали, почему это публично не показывают. Медики и химики разберутся очень быстро. В каком материале, что обнаружено и так далее. Поэтому здесь очень много вопросов, очень мало пока ответов. Самое главное, я уверен, что, и хочу пожелать здоровья Алексею Навальному, уверен, что он может спокойно возвращаться в Россию. И я убежден, что никого в России, в данном случае не руководственник каких-либо там сил, не было заинтересовано в том, что случилось с Алексеем Навальным. Здесь нужно очень внимательно разобраться. Как думаете, почему до сих пор не открыто уголовное дело по случившемуся с Навальным? Здесь, мне кажется, может быть, даже если, насколько я понимаю, предварительные некие действия, потому что не открыто уголовное дело, потому что врачи не обнаружили факта отравления, но это же ЧП, да, то есть вот надо разбираться, и уж не знаю, в рамках уголовного дела, либо просто в рамках некого досудебного там разбирательства уголовного. Нужно вообще понимать, что, где, на каком этапе, что повлияло на резкое ухудшение самочувствия Алексея Навального, что вынужден был делать, вынужден посадку самолетом, и так далее. И я к этому призывал с самого начала, что, безусловно, нужно внимательнейшим образом все это расследовать, не ждать, пока там кто-то будет придумывать какие-то легенды, либо факты, и демонстрировать их бездоказательно. А нужно самим было с самого начала все это сделать. Спасибо большое, Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», был сегодня нашим живым гвоздем.